Потом в конце убираем в холодильнике, да? Потому что мне кажется, что если сразу в холодильнике, то это сделает его очень-очень горьким. У меня есть опыт только единственной в жизни, холодное заваривание, вот эта вот восточная красавица. Ну, вкусненький, конечно, получилось, но по мне это был просто перевод продукта. Потому что такому количеству чая можно гораздо лучше применение, если его заварить. Тем более, если это действительно плантационный дом, там, моей жизни. Он был хороший. Тогда, да, это довольно странно. Перейдем к следующему чаю. Свет нравится. Интересный. По-моему, самый красивый цвет настоя. Вообще, да, согласна. Такой цвет бывает у некоторых тигланины свежих. Сейчас посмотрим. Ну, это же не тигланины, мы же тоже знаем. Должен быть либо шен, либо какой-то второй, да, если бы он? А вдруг все гораздо веселее? Да, какой интересный. Вот этот мне очень-очень нравится. Есть версии. Ну, я думаю, что это не шенка. Будет очень забавно, если да. Похоже все-таки на зеленый. На зеленый. Причем без грачинки. Вот какой. Мне больше всего. Когда правильно завариваешь. Нежненький, нежненький. В общем, его фишка в том, что технология обработки у него очень сильно отличается от прочих зеленых чаев. Да, действительно, это зеленый чаев. Это как он называется? Это Лень Горбин. Что-то... Себе его хочу. Спасибо.